Здравствуйте! Пришло время Русского мира. О самых интересных событиях недели расскажу вам я, Альбика Ильясова, и мои коллеги-репортеры программы в этом выпуске. Китайские студенты прибыли со специальным визитом в фонд «Русский мир». Диалоги с Пушкиным сквозь призму синергии талантов. В Грозном состоялся 32-й международный кинофорум «Золотой Витязь». А теперь подробнее об этих и других новостях. Русский язык объединяет. Накануне в фонде «Русский мир» состоялась встреча с китайскими студентами, участниками завершившегося международного проекта «Я понимаю». Подробнее в следующем сюжете. В Благовещенске завершился российско-китайский проект «Я понимаю», поддержанного фондом президентских грантов. Основной целью стало обучение китайских студентов русскому языку с помощью мультфильмов и кино. После завершения проекта в фонде «Русский мир» состоялась встреча с лучшими участниками – студентами Российской Академии Музыки имени Гнесиных. «Сегодняшнее мероприятие, оно как раз о том, что сотрудничество образовательного характера между Китаем и Россией, оно не прекращается. В разных городах России, и в Китае тоже проходят мероприятия, которые мы называем мероприятия, посвященные продвижению, популяризации русского языка и культуры». В ходе встречи была проведена небольшая беседа, благодаря которой ребята продемонстрировали свой уровень владения русским языком, немного рассказав о себе. Большое внимание было уделено и проведенному в рамках проекта «Я понимаю» конкурса на лучший командный дубляж на китайский язык мультфильма «Трое из Простоквашино», победителями в котором стали приглашенные студенты. Лучшим артистом дубляжа стал Цзинь Гуансюй, подаривший свой голос шарику. Команде победителю и преподавателю Анне Григорьевне Шулешкиной были вручены дипломы и памятные подарки. «На сегодняшний день между Россией и Китаем очень хорошие отношения, и русский язык, конечно, очень популярен. И проект, вот я понимаю, в котором участвовали мои студенты и ребята моего клуба, он очень важен, потому что он не просто учит русскому языку, а дает возможность понять нашу культуру, наши традиции». Ростовское региональное общественное движение «Синергия талантов» провело ряд мероприятий, посвященных развитию и популяризации русского языка. Подробности в следующем материале. «Синергия талантов» в рамках проекта «Алфавит. Достояние нации» совместно с Комитетом Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям соотечественниками, провела в здании Госдумы выставку лучших творческих работ детей российских соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам международного конкурса детского рисунка «Мой русский алфавит», посвященного Дню русского языка, Пушкинскому Дню России и объявленному в Содружестве независимых государств году русского языка как языка межнационального общения. «В Государственной Думе состоялось открытие удивительной выставки, очень полезной не только для детей, для молодежи, но и для нас, для депутатов, выставки «Мой русский алфавит», которая приучена к Пушкинским дням, Году русского языка на просторах СНГ. Очень приятно и очень важно, что эта выставка, этот проект состоялся благодаря усердию, работе, трудам Фонда «Русский мир» и, прежде всего, нашего коллеги, доброго друга Владимира Владимировича Кочина». На следующий день после завершения выставки состоялся Третий международный форум «Всероссийские и международные траектории сотрудничества в сфере популяризации русского языка, культуры и литературы за рубежом». Встреча прошла в Фонде «Русский мир» в онлайн и оффлайн форматах с участием российских соотечественников из двух десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. В ходе форума участники обменялись сообщениями о ситуации с русским языком и русскими школами в своих странах, а также поделились практиками продвижения русского языка и культуры. Сегодня у нас в Фонде «Русский мир» проходит третий международный форум «Всероссийские и международные траектории сотрудничества в сфере популяризации русского языка, культуры и литературы за рубежом». Сегодня наши соотечественники из 30 стран делятся своим опытом именно по взаимодействию в сфере русского языка, культуры и литературы. И вчера у нас стартовал проект «Диалог с Пушкиным», которым поддержан Фондом «Русский мир», который также будет наполнен многочисленными конкурсами, мероприятиями, в которых примут участие наши российские соотечественники. В рамках этого проекта в прошлом году была издана книга «Русская культура. Язык и литература» в «Диалоге с Пушкиным». А сейчас готовится к изданию второй том. Его выход намечен на следующий 2024 год. Любовь Курьянова, Андрей Челышев, специальный длитель канала «Русский мир». За нравственные идеалы и за возвышение души человека. По таким девизам в Грозном прошел 32-й международный кинофорум «Золотой витязь-2023», который состоялся в столице Чеченской Республики. О самом масштабном событии в сфере кино расскажем в следующем сюжете. Международный кинофорум проходит с 1992 года. «Золотой витязь» объединяет кинематографистов из разных стран мира и ставит своей главной задачей вовлечение в единое движение всех, кто не желает растворяться в безнравственном, бездуховном потоке глобальной массовой культуры, кто хочет передать своим детям традиции культуры предков и высокие нравственные идеалы. За 32 года своего существования «Золотой витязь» провел в России, Беларуси, Сербии и многих других странах более 100 масштабных форумов, включая кинематографический, театральный, литературный, музыкальный, изобразительного искусства, экологических фильмов и русского боевого искусства. В этом году за 8 дней кинофорум посетило более 3000 зрителей. Я об этом думал не один год, о том, что было бы разумно, чтобы чеченские зрители увидели кинофорум «Золотой витязь». Представить это еще лет 15-20 тому назад было бы невозможно, то, что это может произойти. Православный, ислам, вроде бы так нас пытались все разъединить, а оказалось, что по промыслу Божию, православие и ислам, и есть те две религии мировые, которые помогут сохранить на планете мир. В рамках кинофорума был показан фильм «Боже, чувствую приближение твое», посвященный памяти выдающегося кинорежиссера Андрея Тарковского. Состоялись премьеры фильмов с участием российских и иностранных кинематографистов и обсуждения картин со зрителями. Представлена была и патриотическая программа Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной. Также были проведены творческие встречи с народными артистами России Николаем Бурляевым и Ириной Купченко, поэтом и историком Александром Орловым. Проходит форум международный «Золотой витязь». Я очень желаю всем тем, кто будет присутствовать, и руководству республики, и зрителям получить удовольствие и осознать еще раз, что мы, братья, не столько по вере, сколько по отношению к вере. Торжественная церемония закрытия кинофорума прошла на главной сцене Чеченской республики в Чеченской государственной филармонии имени «Одна наших Булатова». Президент кинофорума Николай Бурляев передал главе Чечне Рамзану Кадырову и министру культуры республики Айшат Кадыровой приз «Золотой витязь» за бесценный вклад в проведение фестиваля в Чеченской республике. Подведение итогов международного кинофорума «Золотой витязь» и награждение сопровождались яркими выступлениями известных артистов российского кино и театра, а также выдающихся деятелей культуры Чеченской республики. Специальным дипломом за духовность и гражданственность в кинематографе была отмечена картина и нашей телерадиокомпании, посвященная гуманитарной миссии на Донбассе «Земля черных роз». Равитгор специально для телеканала «Русский мир». В Санкт-Петербурге в музее Достоевского проходит выставка Арона Зинштейна «Петербург и его обитатели». Музей продолжает рассказывать о художниках, обращавшихся в своем творчестве к наследию писателя. Чтобы запечатлеть открытие мероприятия, моя коллега Татьяна Орлова отправилась в культурную столицу. Выставка «Петербург и его обитатели» представляет посетителям живописные работы из коллекции Арона Зинштейна и графику из собрания музея Достоевского. Иллюстрации к произведениям писателя из музейного собрания были созданы в 1980-е годы, когда художник увлекался печатной графикой. Экспозиция ярко раскрывает темперамент автора и его нежелание быть стесненным рамками, что находит выражение в необычных композиционных и пространственных решениях. Ну, выставка называется «Петербург и его жители». Ну, здесь в основном мои товарищи и город. То, что я изображаю всегда, и они выражены в моем творчестве. Ну, в основном про петербуржцев и город. На выставке были представлены работы в совершенно разных техниках с разными материалами. Афорт, элиногравюры, картины, написанные гуашью, маслом, скульптурой, инсталляцией, баннеры, фарфор. Аруна Зинштейна увлекает свобода творчества. Рассматривая его произведение, можно заметить разнообразие самовыражения. Эта выставка для нас, конечно, события. И вообще, это история таких длящихся отношений с художником. Вот здесь уже говорили о том, что в 80-е годы здесь проходила уже выставка Аруна Зинштейна. Как видите, прошло столько лет. За это время художник очень много сделал, много творческого такого опыта нового приобрел. И мы, конечно, очень рады, что мы можем показать такого многоликого художника, показать его живопись и показать его графику. Данная выставка пропитана уютной и теплой атмосферой. Каждая из картин, выполненных в индивидуальной авторской манере, имеет особый смысл и значение. Арун Зинштейн изобразил пейзажи Петербурга и его обитателей. Своих друзей, знакомых, поэтов, художников, фотографов, режиссеров, талантливых современников, которые делают жизнь ярче, интересней и насыщенней. Татьяна Орлова специально для телеканала «Русский мир». В день начала Великой Отечественной войны около Музея Победы 4 тысячи человек зажгли свечи памяти. О важном и памятном событии узнаем в следующем репортаже. Ровно в полночь 22 июня у стен Музея Победы дали старт Всероссийской свече памяти. В памятном мероприятии, посвященном 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие около 4 тысяч человек. Ветераны Великой Отечественной войны Мария Рохлина и Василий Бронин вместе с начальником Центра специального назначения «Витязь» с героем России полковником Александром Белоглазовым зажгли факел от вечного огня и передали пламя участникам мероприятия. Нам сейчас надо. Во-первых, веру, веру в Победу. Мы уверены, что наше дело право. Мы уверены, что мы победили. И мы показываем на примере вот этой специальной операции на Украине, что действительно наше дело право. И что мы действительно победили. У стен музея волонтеры Победы зажгли огненную картину из 10 тысяч свечей, изображающую защитника столицы в память о сражении Великой Отечественной войны, битве за Москву. Также в эту ночь на здании Музея Победы спроецировали грандиозную видеоинсталляцию. На фасаде загорелись 1418 свечей по числу дней войны и слово «Помни». С каждым годом количество участников наших акций становится все больше. Все больше присоединяется молодежи, школьников, студентов. Для нас это самое главное. Это значит, что то, что мы делаем, находит в сердцах и душах огромного числа людей. До тех пор, пока мы помним наших героев, они не только продолжают жить с нами, они продолжают сверху защищать и оберегать тех, кто стоит на страже интересов страны. Торжественную церемонию сопровождало выступление ансамбля Росгвардии в исполнении солистки Екатерины Ленковской прозвучали песни, посвященные героям Великой Отечественной войны. С песней «Не забывайте» выступил победитель проекта «Главные детские песни» Кирилл Томилин. Анастасия Голдабина, Андрей Челышев. Специально для телерадиокомпании «Русский мир». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете прислать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Берегите себя, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok